Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы спросите меня, почему я в машине и что я делаю? Я на самом деле возвращаюсь с работы. Чуть-чуть такая блестящая вся... Ой, нельзя трогать. Ездила на работу, потому что раз в неделю мы должны ездить на работу, потому что, к сожалению, все можно сделать из дома. Кое-что надо делать, находясь непосредственно в офисе. И я должна была закрыть там все свои проекты, которые я сделала за неделю. Это можно сделать только непосредственно из офиса. В общем, приходится ездить, но ничего страшного. Раз в неделю ничего страшного. Я приехала сейчас в центр, в даунтаун, в центр нашего городка маленького. И вы знаете, что интересно? Я, когда вышла из дома сегодня, чтобы ехать на работу, я вдруг поняла, что я не была на улице. Кстати, вот люди ходят, видите? Все гуляют. Я не была на улице больше недели. Я ездила на работу в прошлый четверг. И с тех пор я из дома не выходила. Так получилось. У нас достаточно противная погода. Очень холодно. Даже пару дней назад шел снег. Ну, такой он таял на земле. Он не оставался. В воздухе витали снежинки. Я вдруг почувствовала, что я так соскучилась по свежему воздуху. Хотя у нас есть дворик, на самом деле. Ну, туда тоже холодно. Просто у нас еще очень холодно. Столько народу ходит. Я вот смотрю с удивлением. А народ гуляет. Я решила после работы подъехать к Антарию. Озеро Антарию. Мой город стоит на озере Антарию. Озеро на озере Антарию. Правильно, да? Я не знаю, если у меня получится там снимать и говорить. Потому что снимать получится говорить. Не знаю, потому что достаточно ветрено. Возле воды всегда ветрено. У нас так серо-пасмурно. Не особенно приятно, в общем, гулять. Но я немножко вот выйду, поснимаю. И, может быть, расскажу вам, как наши дела. И вообще, что происходит. Я думала, буду тут снимать. Себе спокойно. Никто не будет на меня пялиться с моей палкой. А тут вот народ такой. Все на велосипедах. Ну, ладно. Выходим и поснимаем. Поснимаю вам немножко. Поговорим. Расскажу. В общем, пообщаемся. У нас погода сегодня пасмурно. Холодно, ветрено. Я даже не знаю, меня слышно или нет. Это такой у нас здесь небольшой парк. Вон там вдали, если вы видите, вдали наше озеро. Это старая часть города. Мой город довольно старинный. Он был построен в 1815-1812 году. Он начал строить. Я вспомнила, что она была летняя резиденция для королевы английской, которая хотела сюда приезжать. Я хотела сесть на скамеечку, поснимать себя на фоне воды. Но, боюсь, ясно у меня не получится. Потому что, видите, вот тут парк закрыт. Потому что ветер. Холодно. Вообще холодно. Не будет дуть ветер. Вот это наш городской музей. Вот здесь вот жилые дома. Вот такие вот, видите, старый английский стиль. Это очень старые дома. Первые дома, которые были построены в нашем городе. Вот написано парк Facility Soclose. Все парки закрыты. А здесь детский парк. Вот здесь детский парк возле озера, кстати. Вот он тоже, конечно, закрыт. Огромное озеро Антария. Оно вообще на самом деле как море. Вот если не знаешь, что это озеро, то смотришь, нет берегов. Холный ветер. То есть все как надо. Я близко подходить не буду, потому что я просто там дуба там. Там так холодно. У воды всегда холодно. Ну, это такой у нас парк воды. Ой, убегаю, убегаю. Холодно мне. Здесь пройдусь тут по улице. На самом деле, хотела здесь на ламочку поснимать, но он же холодно. Не смогу я сидеть. Может, я дойду немножко подальше? Короче, вот такие дома. Это тоже там первая почта или первый банк, который был построен у нас в городе. Не уверена я. Сейчас пройдусь по улице, поснимаю и поговорим, расскажу. Я на новости. Ну вот. Я отошла немножко от воды. Здесь не так холодно. Улица называется Фронт-стрит. Называется она Фронт-стрит, потому что она находится практически на самом озере. Вот видите, вот там озеро. А здесь дома. Дома очень старые. Но они все отреставрированы. И внутри они прекрасно выглядят. Они очень современные. Стоят они очень дорого. Которые фронтом выходят на озеро. Ну, я точно не могу сказать, но я думаю, что каждый дом здесь стоит по 2, 3, 4, 5, 6, 7 миллионов. Есть и долларов канадских. Если не больше. Посмотрите, какие уже тюльпанчики. Ой, не тюльпанчики. Как эти цветы называются? Желтенькие. Нарцисс. Нарцисс, правда? Возле них какие-то незабудки. Спустились, несмотря на холод. Это самая дорогая часть нашего города. Дома, которые стоят... Ой, качнулась. Дома, которые стоят близко к воде. Я думаю, что в любой стране и в любом городе все, что стоит у воды, всегда стоит очень дорого. Ну, на самом деле, зимой здесь жить достаточно холодно, неприятно. Вы понимаете, с этого озера дует такой ужасный ветер. И такая сырость, которая не очень, я думаю, доставляет большие удобства жителям этих домов. Но, тем не менее, дома очень дорогие, очень престижные. Живут здесь люди, либо те, которые унаследовали эти дома от своих родителей, дедушек и бабушек. Либо люди, которые очень состоятельные, которые способны заработать очень большие деньги. Как правило, это частные предприниматели, банкиры, врачи, адвокаты и так далее. Человек, который работает на зарплату. На зарплату где-нибудь в офисе, на заводе, который является учителем или государственным служащим, позволить себе такой дом не может. Ой, какие-то мошки летают. Слушайте, меня окупи... Ой, сейчас я выключу телефон на минуточку. У меня просто... Какой-то... Фух, ужас. Я продолжаю снимать. Я надела темные очки, прошу меня простить. Но дело в том, что... Дело в том, что солнца особого нету, но все равно свет такой яркий, бьет в глаза. И, в общем, как-то не очень комфортно без очков. Ну, что у нас происходит? У нас карантин. Но у нас не запрещают. Можно продолжать гулять по улицам, ходить по улицам, только небольшими компаниями. Не подходить друг к другу. Если, вы видите, человек идет по улице, то лучше, конечно, перейти дорогу. Если возможно, если невозможно, то лучше его обойти метра на два. Вот. Ходить можно без масок, без перчаток. По улице можно ходить. Нету никакого запрещения, как далеко можно удаляться от дома. Можно удаляться от дома на любое расстояние. Тем, как уйти на работу, я... Уходя, вернее, на работу моему мужу, который до сих пор работал еще из дома, так же, как и я, позвонил его начальник и сказал, что со следующей недели, то есть до конца апреля, на две недели, их компания закрывает свою деятельность. Пока что на две недели, а там посмотрим. И они должны оплавиться на пособие по безработице. Или есть еще какая-то помощь, которую дают сейчас всем, кто потерял работу в связи с карантином, в связи с этой ситуацией. Вот я точно не знаю. Он сказал, что он пришлет ему документы, которые он должен заполнить, и что нужно делать. Пока это все две недели. Дальше посмотрим. Я думаю, что двумя неделями это не ограничится. Вот. Мы пока работаем. Сегодня, придя на работу, спросила своего начальника, как у нас дела, и вообще, что происходит, и надолго ли мы здесь, не собираются ли нас закрывать. Он сделал большие, испуганные, страшные глаза и сказал, что вот такие вопросы лучше его не спрашивать, потому что это его очень вводит в сильный стресс. И он, вот, на сегодняшний день, пятница, 17 апреля, 12 часов дня, мы открыты, и мы работаем. А что будет через день, через два, никто не знает. Значит, новости про моего мужа меня, конечно, очень расстроили, как любого из нас. Но, в принципе, я понимаю, что мы все теперь находимся, весь мир, вернее, находится в такой, извините, опи, что ждать ничего другого не следовало. И, в общем, как бы, слава богу, что мы работали до сих пор, и слава богу, что наше канадское правительство платят деньги всем, всем, кто лишился сейчас работы, платят суммы стандартные. Ну, в общем, по подсчетам моим, мой муж будет получать в месяц раз в два меньше, чем он получал, когда он работал. Ну, что делать? Вот. И придется затягивать пояса, так же, как и все сейчас. Ну, что вам сказать? Это, конечно, не радостно. Вон, цветочки уже цветут во всех. Видите, какие здесь красивые? Сейчас я подойду. Надеюсь, что у меня не шугану. Видите, какие там вазочки у них стоят с цветами. Пролезные. Вот люди уже занялись своими озеленениями. Вот дядечка там тоже что-то гребет, сгребает. Не хочу ее снимать. Вот эта церковь. Наша центральная городская церковь. Пойду-ка я лавочку поищу. Там тоже цветочки такие красивые уже распустилась. Короче говоря, сидя на работе, я стала обдумывать, на чем же мы можем сэкономить. Потому что наши доходы сильно сокращаются сейчас у мужа. Я не знаю, что будет у меня. Каждый день это может измениться. Пока что все стабильно. Но завтра эта стабильность может уйти. И если честно, я уже, по-моему, тут говорила в каком-то видео, что мы пережили две эмиграции из России в Израиль, из Израиля в Канаду. И затягивать пояса нам не привыкать. И мы, когда вот, например, приехали в Канаду. Ну, в Израиль мы приехали совсем нищими. И из бывшего Советского Союза. У нас было там в кармане 30 долларов на человека с собой или что-то такое. Но в Израиле была очень большая помощь. Нам давали корзину абсорбции, это называлось. То есть у нас была помощь от государства Израиля, которые нам давали деньги на подъемные, так сказать. Не очень большие, но вполне. А в Канаду мы приехали на свои. Села на лавочку, нашла все-таки лавочку. Так вот, я продолжу. В Канаду мы приехали на свои. И мы, значит, сначала жили, ну, просто на такие гроши и копейки, что вот сейчас я даже не представляю, как мы на них тогда жили. Но, наверное, сейчас нам придется снова привыкать жить на такие же гроши и копейки. Но надо сказать, что мы, как бы, приехали. Денег у нас было очень мало. Вернее, мы привезли с собой деньги, но мы не хотели их тратить на жизнь. Мы хотели... С дачечки гулять. Мы хотели их вложить в недвижимость. И поэтому мы старались не тратить эти деньги, которые мы привезли. Дело в том, что мы, в принципе, всегда очень тяжело много работали. У нас не было проблем работать. Мы работали как могли, зарабатывали, чтобы смочь содержать себя и детей. Вот. И вот так. А сейчас работать невозможно. Хотим мы работать, но не дают, потому что все закрыто. Кстати, что я хочу сказать. Сейчас 3 часа дня, может, даже больше. И я вдруг сообразила, что я с утра ничего не ела. Я утром выпила чашку кофе с молоком, без сахара. И потом я что-то скрутилась. Потом я поехала на работу в 11 часов. Потом я была на работе. Потом я приехала сейчас вот сюда поснимать. И времени больше 3 часов. И я понимаю, что я еще... Маковой росинки у меня во рту не было. Начинаем экономить, называется. Первым делом на еде. На самом деле это шутка. Но на самом деле в каждой шутке есть доля правды. Потому что я начала думать, на чем мы сможем сэкономить. И что мы сможем сократить в нашем бюджете. То я хочу сказать, что еда... Понимаете, мы привыкшие иметь стабильный доход. И на еде мы никогда не экономили. То есть мы всегда покупали то, что мы хотели. То, что нам нравилось. То, что дети просили. То, что мы любим. И в принципе, не глядя на цены, мы шли в супермаркет и покупали все, что мы хотели. В общем, цена вообще была... Вопрос не стоял цены. Я даже цен не знаю на очередь. Спросите меня, сколько стоят яйца в Канаде или молоко. Я понятия не имею. То есть как бы... Ну, что, покупали, покупали. Что же? Что же тут мелочиться? Но вот сейчас я подумала, что... Я вспомнила наше время. То время, когда мы только приехали в Канаду. И когда мы ходили в супермаркет. И очень внимательно смотрели, что сколько стоит. И выбирали продукты не самые дорогие. И очень часто продукты, знаете, такие басистные. То есть продукты, на которые... Пойдемте еще походим. Я так села. Замерзаю. То есть продукты, из которых можно что-то приготовить. Не полуфабрикаты, не продукты, которые уже полуготовые. А продукты, из которых нужно что-то готовить. Это, как правило, выходит дешевле. И я, в общем, подумала, что нам нужно вернуться к этой практике. Это первое. То есть, как бы, экономить на еде как-то не звучит грустно и печально. Но это возможно. Мы просто, знаете, привыкли, когда есть доход. Мы привыкли, что мы не очень смотрим на цены. И покупаем все, что хотим. Но, в принципе, это дело такое, что можно... Это можно немножко изменить и ограничить. Второй пункт, например... Ну, как бы так получается автоматически, что мы сейчас экономим на бензине. В Канаде достаточно дорогой бензин. И сейчас, в силу того, что мы сидим дома и никуда не ездим, в том числе и на работу. Вот я езжу раз в неделю. Муж ездил раз в неделю. А сейчас вообще я не знаю, если будет ездить. То бензин мы не тратим. И плюс ко всему, мы всегда брали платный хайвей. Платную дорогу, чтобы доехать с работы домой. Потому что жуткие пробки. И сейчас, как бы, вот этого не будет. И, в принципе, это достаточно большой такой кусок бюджета, который вот сейчас мы сэкономим. Да, допустим, наш сын ездил на автобусе в школу каждый день. И проездной билет, который надо было ему покупать, месячный проездной, тоже стоил достаточно. Но он стоил там долларов 85. Как бы сейчас этого не нужно, потому что дети дома. Вот, тоже экономия. Теперь у нас три машины. На двух ездим мы и на одной из машин. Третья машина это нашего сына, который ездит в Калыч. Там что-то гудит. Стригут травку. Я сейчас постараюсь обойти. Все эти машины у нас, конечно же, застрахованы. И, допустим, страховка на сына, которому 19 лет, безумно дорогая. Потому что в Канаде такие порядки, что человек до 24 лет, он как бы представляет опасность для себя и для окружающих на дороге. Молодой водитель, который не очень умеет водить. И вообще глупость и горячая кровь в голове, так сказать. И страховка на него, только на его машину стоит столько же, мы платим столько же, сколько мы платим за две наши машины и за дом. Страховку. И столько же совершенно мы платим за нашего сына. А поскольку он сейчас никуда не ездит, и мы все, собственно, сейчас не особенно куда ездим, мы фактически пользуемся из трех одной машины. Я подумала, что мне надо позвонить в наше страховое агентство и сказать им, что мы хотим временно прекратить страховать две машины, страховать только нашу машину одну. Ну, вот, и в принципе на этом тоже можно сэкономить, потому что это приличные деньги. Ну, что еще? Тряпки, обувь, побрякушки, сумки, конечно, уже давно отпали у нас из нашего бюджета. Кстати, можно потерпеть до лучших времен, это уж точно. Если уж мы на идее экономим, то на тряпках уж точно можно сэкономить. Что еще можно? О чем еще я подумала? Вы знаете, мы у нас в доме, у нас четыре человека живет, и мы абсолютно, не глядя, сжем электричество, абсолютно не придавая значения тому, что у нас включено, не включено. Но у нас, поскольку двое пацанов-подростков, я, например, прихожу с работы домой, свет горит по всему дому, везде телевизоры, компьютеры, все, значит, все телефоны заряжаются. И, в общем, короче, партий, партия в доме. И я подумала, что надо начать за этим следить, надо, так сказать, бить по рукам и говорить, чтобы все научились выключать свет и выключать телевизоры. В принципе, это не такие большие деньги, но если так пособирать, пособирать, то получится, наверное, еще какая-то сотня, а то и две в месяц экономии на электричестве. На воде экономить я не буду, здесь нету места для экономии, потому что купаться и мыться нужно. Опять же, у нас четыре человека, каждый принимает душ, и это как бы это. Но на самом деле в Канаде вода не очень дорогая. Смотрите, какие хорошенькие, какие миленькие цветочки я тут нашла. Я даже не знаю, какие-то дикие цветы. Какие-то ненужные траты. Например, мы платим за кейбл телевизионный, который мы совершенно не смотрим. Мы вообще не смотрим телевизор. Мы смотрим все только Netflix и YouTube. И это, в принципе, как бы... А за кейбл мы платим, и мы вообще его никогда не смотрим. Вот, в принципе, я тоже подумаю, что можно его позвонить. Уже давно надо было ему позвонить и отменить это все, потому что это совершенно выброшенные деньги. Вот, но пока же, знаете, не жахнет, не начинаешь думать, на чем бы сейчас экономить. Интернет у нас, хороший, быстрый интернет, довольно дорогой в доме. Тут, я думаю, что мы вряд ли сэкономим, потому что нас 4 человека, как и все в своих гаджетах. И всем нужно смотреть всякие видео, видеогеймс. Я за своим YouTube, когда начинаю качать видео, то мне нужен хороший, быстрый интернет. Я вообще человек оптимистичный. Я всегда смотрю на bright side в каждый event, так сказать. Не всегда есть bright side. Bright side – это яркая сторона, светлая сторона, вернее, по-английски, если переводить. Не все имеет свои светлые стороны. Я думаю, что нынешняя ситуация имеет минимум светлых сторон, вернее, она их совсем не имеет. Но если мы придеремся и будем думать о том, что да, у нас уменьшается доход, но у нас, в принципе, очень-очень уменьшился расход. Это произошло еще даже до того, как доход наш уменьшился, еще когда мы работали. Но я обнаружила, что почему-то с наших кредитных карточек сходит намного меньше денег. Даже еще потому, что... Вот, кстати, мы перестали ходить out. То есть мы перестали ходить в кафе, рестораны, встречаться с друзьями, приглашать гостей домой, ходить кому-то в гости. Потому что, в принципе, у нас большая компания, много друзей. И мы очень-очень часто очень любили пойти куда-нибудь попить пиво, выпить с бокальчиками на вечером в ресторан или в бар. Сейчас-то все закрыто, это все отменилось. И, в общем, как бы, в принципе, это тоже экономия довольно большая. То есть, с одной стороны, мы не встречаемся с друзьями, а с другой стороны, мы не тратим на это деньги. И, в общем, как бы все это уравновешивается. По-видимому, ситуация такая, что не до жира, не до гостей, не до ресторанов. Тем более, что нас так никуда не пускают. Вот это наша церковь сбоку. Здесь уже небольшая клумба зацвела. Тоже немножко цветочки. Они уже высадили, они каждый год вылезают. Лавочка такая миленькая. Ну вот, такие мои мысли. Видео, конечно, не очень веселое получилось. Но что делать, такая ситуация. И приходится думать о таких вещах. Не первый раз в нашей жизни. Может быть, даже и не последний. Но я думаю, что мы как бы... Главное, что никто не голодает. С голодом мы пока не умираем. А там прорвемся. Все, ребята, желаю вам хороших выходных. Желаю вам, если это возможно, хорошего настроения. Насколько это возможно. Желаю вам быть здоровыми, конечно. И не хворать, не грустить. И надеюсь, что следующее видео будет повеселее. А пока всего доброго. До новых встреч. Увидимся с вами снова в следующем видео. Очень скоро. Пока-пока. Bye.